Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусного, постного, сытного блюда Капусты, запеченной с картошкой в рукаве С чего мы начнем? Первое, что нужно сделать, это нарезать капусту Капусту нужно нарезать довольно-таки крупными кусками Итак, я нарезала капусту, как вы видите, довольно-таки крупными кусками И сейчас будем нарезать остальные ингредиенты, которые мы добавляем именно в капусту Нарезанный лук отправляем в капусты 200 грамм шампиньонов Шампиньонов тоже нарезаем довольно-таки крупно, чтобы чувствовалось, что это греет Это довольно-таки хорошее блюдо, я вам скажу, особенно сейчас пост, сытно и вкусно Если же у вас, конечно, это не постное блюдо, добавьте еще сюда мяско Будет очень вкусно, но у меня сейчас вместо мяса грибочки тоже довольно-таки хорошо получается Итак, нарезаем все пиньоны, тоже отправляем сюда капусты И срубить полголовки чеснока Здесь уже по желанию, если вы не любите чеснок, тогда его не добавляйте Но он придаст хороший аромат для этого блюда Итак, сюда также добавили чеснок и остался уже последний этап Заправляем капусту Присаливаем Конечно же, порция здесь тоже уже Порцию смотрите по количеству ваших гостей Или же по количеству В общем, здесь уже столько, сколько чего вам нужно Так как у меня большая семья, вот столько мне как раз будет нужен и хорошо Специи я не добавляю никаких, но по желанию можете добавить любые, какие вы любите Дальше заправляем все это майонезом У меня майонез постный Но, конечно, если у вас же не пост, тогда добавляйте не майонез, а сметану Очень вкусно, конечно же Но я добавляю майонез, потому что я сейчас спощу пост и нет возможности добавить сметанки И две такие большие столовые ложки томатной пасты Кстати, рецепт приготовления томатной пасты есть у меня на канале Вот по этой ссылочке, которая сейчас появится на экране И это все нам нужно перемешать Ну вот, капусточка готова, пускай ждет самой очереди А сейчас мы еще привезем картошку Я почистила вот столько картофеля И будем сейчас ее заправлять Вообще, в общем, эту капусту можно уже и так готовить В общем, она готова Но когда-то я готовила и саму капусту Но поскольку я не хочу отдельно готовить картошку И мне нравится, когда ее заправить и приготовить вместе с капустой Она хорошо пропитана тогда и вкусна Мне нравится Я вообще обожаю капусту Поэтому я хочу запекать картошку вместе с капусточкой Но можно этого и не делать Поскольку у нас сегодня главный ингредиент Это же, конечно же, капуста Картошку нужно нарезать довольно-таки крупными кусками Итак, осталось заправить картошку Точно так же заправляем по вкусу То, что любит Так Ну, в первую очередь соль Черный перец И вот как раз уже от картошки я добавляю травок Уже своих любимых И немножко растительного масла Перемешиваем Итак, дальше Что нам нужно Берем рукав для замекания Но если же у вас нет рукава Можно и взять, конечно, пульку Но рукав будет намного проще И сначала Закидываем всю капусту И так Когда уже вся капусточка будет в рукаве Нам нужно Его закрыть Итак, нужно Наш рукав с капустой Переложить в форму Которую будем запекать И вот Теперь отрезаем Капусту Не нужно, чтобы картошка и капуста были вместе Нужно на разные стороны В рукава И все Отправляем рукав с капустой и картошкой в духовку Разогретной до 180 градусов Ну что ж Наконец-то готово наше блюдо Выпекалось Цена в духовке Сначала 1 час 200 градусов Потом Еще час Я уменьшила Я уменьшила на 160 Так, сейчас нужно быть осторожным Чтобы не было ожора Открываем Все, блюдо готово Можно подавать К столу Уже, видите Вот красиво картошка получилась Такими вот запеченные По-деревенски Капусточка хорошо протушилась Все, вот в принципе Наше блюдо готово Ну вот и готова моя капусточка С картошкой, тушеной в рукаве Если же вам понравился мой рецепт Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И лежите с лайки Я буду очень рада А мне остается лишь пожелать вам Приятного аппетита И до новых встреч Пока-пока